Мне кажется, мой любимый лук — это помятый лук. Это очень по-французски. У меня такое хорошее настроение, на самом деле. И это в связи... Снимать влоги и ребёнок — это несовместимые вещи. Я в такие моменты очень завидую Аркаше. Я всегда такая красивая с утра. Доброе утро. Сейчас около 10 утра. Нет, стоп, сейчас 9.20. Моё утро началось в 5.30, 5.40. Сегодня она немного раньше встала. Но ничего страшного. Сейчас у нас завтрак у Авроры. Я хочу спать. Душно очень. Сейчас должны быть очень жаркие выходные. На завтрак. Я бы с удовольствием пересмотрела этот фильм «Сохранительский урой на оттенках». Я не готовлю виногрец с картошкой, если ты помнишь. Классно. Может, я смотрю, это фантастический фильм. Мне сегодня снилось, что Мишель Файфер на фантастическом каком-то корабле из картона убивала всех. Прилетела с неба. Это звездный пульт. Ну, что ты раз ты смотрела звездный пульт? Раз пять. Всего? Ты тоже с картошкой. Мотя, двоюродная сестра Авроры, вчера мне сделала браслет. У нас сегодня солнышко. Погода очень теплая. У меня сегодня выходной, Аркаша, у меня сегодня. А у меня не выходной. У тебя нет выходной. Ну, все, укладывайся, Аврора. Укладывайся. Она открывает ротик. Хочешь еще кушать? Аркаша. Маленький, маленький. На животик болит. Не можем спать нормально днем. Все будет хорошо. Ты у меня герой. Ты у меня герой. Она стала очень реагировать на звуки. И, в принципе, на то, где она спит. Раньше можно было ее спокойно в шумное пространство положить. Все, теперь... Привет, это уже новый день. Мои любимые волосы. Это волосы на третий день. Залиты ее сухим шампунем. И после ночи, знаете, я сплю с гулькой. Ну, с пучком. Секрет моего объема. Грязные волосы и пучок. Я обожаю румяну. Знаете, что? Я надену белую рубашку сегодня. Мне кажется, мой любимый лук это помятый лук. Это очень по-французски. Сонное утро. Наш пончик. С тобой хочу побить. Снимаем. Ой, привет, ребят. Так, ну что сказать. Вы, наверное, соскучились по мне вообще. Я сегодня был... Вы, наверное, по мне соскучились. Никто не скучал. В комментариях постоянно пишут, какой Аркаша классный. Какой он невероятный. Как Лизе повезло с Аркашей. Я сейчас тебя убью. Я сегодня съездил в церковь. Всем советую ездить в церковь. Иначе вы попадете... Субтитры сделал DimaTorzok. У нас сегодня супер жаркая погода. Сидим у бассейна. Я открыла книгу. Еще очень мало прочитала. Аркаша мне подарил на нашу годовщину. Называется «К себе нежно». Книга о том, как ценить и беречь себя. Он написал мне очень милую записку. «Люби себя, и мы с Авророй будем счастливы». Твой муж. Будем читать. Сейчас прочитаю отрывок. Мы расстраиваемся, обнаруживая себя, не способными без конца быть светлыми человечками. И мыслить позитивно. Нам больно признавать, что есть вещи, которые всегда будут задевать нас за живое. А значит, мы будем реагировать не так, как нужно. Или как мы хотели бы реагировать. А исходя из своего состояния и количества сил, чтобы не сесть и не расплакаться на месте. Первая глава, которую я начала читать, она о том, что любые чувства — это нормально. Потому что зачастую мы думаем, что с нами что-то не так, когда мы чувствуем определенную эмоцию, негативную, возможно. Ну, тут про это. Я еще ничего не могу сказать о этой книге. Но я бы сказала в точку. Сейчас мне нужно такое почитать. У меня такое хорошее настроение, на самом деле. И это в связи с вами, с этим каналом. Потому что он начал, наконец-таки, разрастаться. Я очень долго мечтала об этом, работала, старалась и верила. И, наконец-таки, мои старания были замечены. И мне начали приходить коммерческие предложения. Это так классно. У меня была политика, в принципе, с каждым видео делать свою наилучшую работу. То есть делать хорошо. Неважно, какая аудитория. Один человек, тысяча или пять тысяч. У меня сейчас шесть-семь. Но неважно. Ну и, конечно же, меня безумно, безумно радуют ваши сообщения. В директе вы в основном или в комментариях мне пишите о том, что я приношу вам позитив, умиротворение. Что мои видео очень терапевтические. Короче, все, что я закладываю в свою энергию, в посыл своих видео, то есть позитив. Искренность, свет, любовь, тепло. Все, что я есть, чем пытаюсь и делиться своей энергией. Вы как раз пишете, что вы себя так чувствуете. Я так рада, что мой посыл... Короче, откликается. Я рада, что откликается у вас мой контент. А еще я рада... У меня никогда не было груди. Я до сих пор хожу и радуюсь, что у меня есть грудь. Вы не подумайте, мне и моя маленькая грудь очень нравится, но интересно испытать что-то новое. Я знаю, что она исчезнет. Пока что мы можем ликовать. Елизавета. Минутка сентиментальности прошла. Теперь вернемся к влогу. К влогу. К влогу. К влогу. Вернемся к влогу. У Насте сейчас. У нее болит животик, поэтому она лежит на мне. Все, проснулись. Я могу побыть сама с собой. Минут 10. Что я хотела записать? Пока я помню, я хотела... Слышите плачь. Я хотела записать небольшой фрагмент в этом влоге. Напомнить самой себе, что нужно обращать внимание на изобилие в своей жизни. И благодарить за то, что есть как можно больше Лиза. Потому что бывают дни, когда негативные потоки уносят тебя. И начинаешь обращать внимание на то, чего не хватает. Знаете, это как будто бы ты посылаешь вселенной знак, что вот я хочу, чтобы мне еще больше не хватало. И ты потом становишься сам такой озлобленный на то или иное. У нас все бывают дни, когда нас не устраивает что-то в жизни. И мы раздражаемся. И вот важно переключить в такие дни фокус на самое главное. На здоровье, на то, что у тебя есть. На маленькие приятности. Все, что угодно. Да мы живы. Я здорова. Муж у меня замечательный. Дочка. Это я про себя говорю. У всех по-разному какие-то маленькие или большие значимые вещи есть. У нас доброе утро. Аврорыч кушает. Знаете, люди боятся говорить, радоваться своими какими-то счастливыми моментами, потому что боятся спойлот. То есть, что сразу все испортится. У меня это тоже немножечко есть. То есть, я боюсь говорить что-то хорошее, потому что боюсь, что сразу плохое произойдет. Но это какой-то менталитет. У меня у бабушки такой менталитет. Я в это все-таки не верю. Аврорыч проспала 9 часов. Она уснула где-то в 9 с чем-то вечера и проснулась около 7. Поела и опять уснула. До 11 практически. Ну, в 10 она чем-то встала. Села почитать, в итоге решила, не буду читать. Поговори мне лучше. Я столько воды пью в день. Куда бы сесть, куда бы сесть. Вот у меня есть штатив, но я его вечно забываю. Ладно, буду держать вас. Привет. У меня есть такая тема, что мне хочется, чтобы всем было хорошо со мной, чтобы я была комфортной для всех, так, чтобы... Будто бы вот я должна сделать хорошо людям. Хорошо. С людям, которые вокруг меня. И это нормально. Мне нравится эта черта во мне. То, что я... Я получаю от этого кайф, когда я помогаю людям. Когда я вижу, что им комфортно. Комфортнее становится со мной, даже если они были зажаты или грустны. А я смогла вот с собой подбодрить их. Да, это хорошо. Но иногда ты делаешь это в ущерб себе, когда глючит что-то внутри. И это становится нездоровое желание, перерастающее в нужду, нравится всем. Всегда. И всегда быть в хорошем... В хорошем настрое. С хорошим настроением. Иногда это ставит нездоровую планку ментальную. Того, каким ты должен быть. Я все рассказываю про себя, про свой опыт. Это мои мысли. Поэтому наслаждайтесь, так сказать. Может, у кого-то это откликается. Я поэтому делюсь своими мыслями всегда. Я люблю... Всегда. Я люблю говорить на камеру все, что у меня внутри. У меня даже с людьми так не получается говорить, как на камеру. Это мое прекрасное качество. И нет. Или не прекрасное. Смотря с какого ракурса посмотреть. Ведь не обязательно все это делать. Можно спокойно реагировать на все свои состояния. Вот я не в духе, я не в духе. Хорошо. Побуду одна. Я не должна ничего никому давать. Когда ты заботишься о себе, это как в самолете. Надеваешь на себя кислородную маску сначала, а потом на ближних, на детей. Не знаю, что там. Да, на детей потом говорят надевать. Сначала, пожалуйста, спаси себя, приведи себя в порядок. Потом ты реально будешь заряженным, классным человечком. Да. Еще и очень часто на английском это звучит так. Playing small. Я как этот рак-отшельник очень часто прячусь и боюсь показать свой истинный размер. Боюсь показать, что я горжусь собой. Боюсь каких-то своих собственных достижений. Такое ощущение. Не боюсь, а неправильное слово боюсь. Я просто их будто бы обесцениваю. Бывают такие моменты. Я не знаю, к чему это вообще я говорю. Но вот вспомнила, что у меня бывают такие моменты, опять же, в обществе. Когда я не умею говорить про себя в полной мере, не стесняясь каких-то своих достижений. Очень скромничаю и неправильно скромничаю. Конечно, не нужно бежать и говорить всем, вот я такая, я такая, такая. Ну, может быть, и нужно. Когда это уместно, почему нет? Когда тебя расспрашивают о себе. Вот у меня папа тоже скромняга. И иногда это в ущерб тебе. Мы как-то поверхность с вами сейчас затронулись вот этих тем. Теперь отпускаю вас, это почва для размышлений и для меня. Я бы могла целый час записывать видео, наверное. Может быть, у меня будет подкаст. Где я буду рассуждать на эти темы. Я очень люблю сидеть и рефлексировать на свое собственное поведение. Я причем вот вижу абсолютно все свои поведенческие штуки, которые меня не устраивают. Я вижу, на чем мне нужно работать, но именно в моменте почему-то не получается. Но все равно с каждым разом лучше и лучше. Потому что голос вот этот вот правильный голос, голос, который меня подбадривает, Лиза, которая свой собственный чирлидер, а не Лиза, которая в страхе. Там у меня много персонала внутри, у нас у всех много голосов разных, мне кажется. Когда вот эта Лиза правит, так сказать, я веду себя так, как я себя на самом деле чувствую. Ладно, все. Вот мне нужно больше думать о... Просчастывать волосы это не мое. Мне нужно больше думать о себе, если честно. Я очень переживаю за чувства вокруг людей и то, что они подумают обо мне, особенно близкие. Забывая про себя, ну, про свои чувства. Нехорошо для всех. Ну, в разные дни по-разному, я знаю это. Ладно, все, здесь душно, пойду на улицу сидеть. Или посплю на улице, не знаю. А знаете, чем я занималась утром? Я рассматривала квартиры в Петербурге в старом фонде для съемок. Просто так. Мне было интересно посмотреть. Я очень люблю смотреть на недвижимость. Дорогую недвижимость, особенно. Ой, проснулась. Это то, чем я занималась. И нашла квартиру мечты. Скинула Аркаша и сказала, посмотри, посмотри. Люблю мечтать-строить планы. Все возможно. Надо верить. Иду я. Бейбик! Че это Бейбик плачет? Я искупалась. Это я рассматриваю розовый цвет на мне. Вообще не очень люблю розовый, но неплохо, скажу честно. Я вообще не люблю купаться, на самом деле. Но сегодня была такая жара. Пытаюсь слить ребенка, тете и две южной сестре. Пока работает. Я вообще не переношу жару. Но мне нравится. Слишком уж долгая была зима в Петербурге. Я до сих пор выгляжу беременной. Покажи мне свой наряд. Вот себе мой наряд. Покрутись, пожалуйста. Красота. Снимать влоги и ребенок это несовместимые вещи. Как ты снимаешь меня, спрашиваю? Да так. Сейчас пойдем массажик делать животику. Она сначала сама чуть-чуть поделает свои дела. Простите за подробности. Аврора Аркадьевна. Все, все, прости, прости. Просто я сегодня влог снимаю. Как бы ты часть моей жизни, я не могу тебя не снимать. А мы вчера перевернулись на живот. У нас большое достижение. Я ее тут положила просто на диван. На секунду отвернулась, а она перевернулась, слава богу, туда. Все, не оставить нигде теперь. You did me wrong. You got strong. I don't know how to get along. You made me wrong. Нам легче. Она не спит с 8 утра. Ну как, она проснулась в 8.30, да? Так, она поспала полчаса, наверное. Я позавтракала утром. Потом она вырубалась у меня на руках, но совсем ненадолго. Я ее перекладываю, сразу же просыпается. Я так устала. Еще так жарко. Сейчас 3 часа дня. Я в такие моменты очень завидую Аркаше. Потому что он уходит на работу. И он делает свое дело. И у него есть перефокусировка на что-то другое. А я пытаюсь работать из дома днем и вечером, когда есть время. И в выходные, и постоянно. И очень хочется уделять время своей работе тоже. Потому что сейчас у меня успехи пошли. И я не хочу все запустить. Но в то же время я все время работаю мамой. А я ему очень завидую. Вот что я ему завидую. Мне не хватает помощи. Так, ну я сбежала. Сбежала от ребенка. Оставила его в моте. Ладно, шучу. Нет, не шучу. Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь. Я просто стою под кондиционером и немножко прихожу в себя. Мы переодели футболку, потому что ту футболку мы испачкали. Надела другую футболку, не свою. Я вообще здесь в своих вещах особо не хожу, потому что я на один день же приехала к сестре. Пошла уже вторая неделя. Мы... Да, Лиза. Прекрасный ракурс. Мы завтра уезжаем. Это я хотела вам показать, что я в огромной Versace футболке. Мне очень нравятся мужские футболки и рубашки. Вообще мужские вещи. Сегодня был тяжелый день. В плане... Столько энергии отдаешь ребенку, она еще не спит. Хочет внимания тоже. Просто ее не положить. Ей нравится быть рядом. Она у меня любит внимание, любит быть в социуме. Животик болит. Я, как обычно, о мамском, о детском, потому что это все, что происходит в моей жизни сейчас. Плюс, естественно, вы. Естественно, моя любимая работа. Вечером она вырубилась. У меня сейчас уже много, много времени было. И Аркаша приехал. Как я люблю, когда он возвращается домой уже. Правда, она сейчас лежит и спит. Потом проснется, поест и, наверное, уснет опять на всю ночь. Я безумно счастливая. И вы этому причину тоже. В большой степени меня настолько мотивирует и вдохновляет то, что у меня сейчас прирост. То, что мне там пишут всякие классные, классные компании, компании пишут, короче. Да, классные компании, бренды тебе пишут, предлагают рекламу. Точнее, предлагают тебе сделать рекламу. Да, да. Прикиньте. Ну, уже, видимо, не в этом влоге, а в следующих вы увидите. Первые рекламные интеграции. Первые рекламные интеграции. И это мы никакое говно не рекламируем. Так что покупайте, не переживайте вообще. Не, ну, честно, я очень отбираю то, что мне самой нравится, то, что я сама использую, или то, что очень прям крутое. Увидите, увидите все. Я буду заканчивать этот влог. Я не знаю, про что он был. А меня показать? Нет. Это мой влог. Ставьте лайк за накажку. Сделай мне массаж. То есть я тебе предложил. Ты мне предложил, да, я знаю. Короче, все будет лучше дальше. У меня будет больше времени, как-то я буду нанимать помощь. И всякое такое. Будет больше видео. И мы будем... Все будет хорошо. Будем протисовать вместе. Да. Ой, можно? Ой, маленькое объявление скажу. Ну, тут, конечно, тебя вообще не видно из-за света. Значит, маленькое объявление. Маленькое объявление. Телеграм-канал просто Арчи. Нет, только на тебя рекламировать. В смысле? Я себя вообще не рекламировал ни разу в твоем году. У тебя нет времени сидеть в Телеграме? Есть иногда. Я, короче, веду свой канал. А что у тебя время сидеть в Телеграме? Я пока в туалете сижу на работе. Я пишу в свой Телеграмчик. Уютный Телеграмчик. Все туда, пожалуйста, приходите. Ты там почти мало пишешь. Зато я много там пою. Видите, как я пою? Там я пою. Посмотрите. Не надо. Не надо. У нас небольшая тарелка макарон. Не, знаешь, нужно руку рядом посаживать. Не, не видно. О, вот так видно. Матвей решил, что он независимый. Он один. Это у Моти друзья приехали. Много-много друзей. Вон Мотя. Ну, вы все знаете уже Моти. А это Матвейка. Моти. Моти. Продолжение следует...